Всем привет! Сегодня у меня видео о посылочке из магазина Мир Вышивки. Сейчас покажу, какие классные ко мне приехали новиночки и не только новиночки. Для тех, кто еще ни разу не делал заказ в магазине Мир Вышивки, у меня для вас есть промокод на 10% скидку. Под видео я вам оставляю ссылку для перехода в магазин, а также мой именной промокод Инесса, которым вы можете воспользоваться. Воспользовавшись этим промокодом, вы получите 10% скидку за регистрацию на сайте на свой первый заказ. А для постоянных клиентов очень частенько проходят скидки и акции. В общем, следите. Можно очень удачно сделать покупку в этом магазине. Смотрите, что в этот раз ко мне приехало. Это вот такие бескорню. Вот такие красивые бескорню от фирмы Клард. Вот эти бескорню вышиваются на конве 16 каунта. Размер 9х9 см. Мне нужно оформить мои бескорню, вышитые, которые я вышила уже давным-давно. Но вот они, смотрите. Но я их еще не оформила. Я планировала снять видео. Даже вот уже у меня помялось здесь. Хотела вам показать, как я буду сшивать эти бескорню. Я буду это делать первый раз. И мне очень бы хотелось это сделать вместе с вами. Для тех, кто не знает, как сшиваются бескорню, я хотела показать это в видео. Вот такие красивые. Они тоже от фирмы Клард. Но это самый простой вариант. В наборе было 4 бескорню. А сейчас в наборе 2 бескорню. Там еще есть и другие варианты. Но здесь уже посложнее рисунок. И вышивается все на конве 16 каунта. Мои на 14-й были, а вот эти на 16-м каунте. Посмотрите, какие красивые цветы. Обалденные. А здесь бабочки. Ну, бабочки-цветочки. Это моя любимая тема. Для тех, кто смотрит мой канал, уже понятно, что если я вижу цветочки и бабочки, то обязательно они у меня должны быть. Ну, просто шикарные вот эти вот бескорнюшки. Вы скажете, зачем так много. Но частенько мы, рукодельницы, друг другу дарим какие-то сувениры, сделанные своими руками. Поэтому для подарков вот такие вот бескорню, это вообще прекрасные будут подарочки. Такие милые игольнички. Но у меня нет таких рукодельных подарков и сюрпризов, которые я могу подарить своим коллегам-вышивальщицам. Но когда я завершу, у меня будут мои рукодельные подарочки. Ну, и вот эти вот бескорню, в общем, тоже мне очень-очень нравятся. Особенно вот эти розочки. Вообще обалденные. Вот. Еще есть там наборчик с двумя бескорнюшками. Когда вышью вот эти, то, возможно, я еще потом захочу другие вышивать. Может быть, в сложные сюжеты, потом возьму какие-то на равномерки. Но пока мне нравится вышивать по наборам. Я вообще очень люблю наборы. Обожаю наборы. Но кто смотрит мой канал постоянно, уже заметили, что я люблю наборы. И в основном я заказываю, конечно же, наборы. Следующий наборчик, который я хочу вам показать, это тюльпаны от фирмы Дивная вишня. Вышивается на пластике. Каждый раз в трансляции мне зрители задают вопрос, вышивала ли я какие-либо сюжеты от Дивной вишни. Нет, у меня не было таких наборов. Этот наборчик у меня первый. Не было у меня от Дивной вишни. Поэтому я планирую в ближайшее время его вышить для того, чтобы поделиться своими впечатлениями и рассказать поподробнее именно об этой фирме. Если о других фирмах я уже подробно рассказывала, о фирме Дивная вишня я не рассказывала ничего. Это у меня единственный наборчик. Я буду делать обзор на этот наборчик. Но наборчик маленький. Я хочу, чтобы был не только обзор набора, но чтобы в этом же видео был и готовый вышитый результат. Поэтому в ближайшее время, через недельку, я сниму отдельное видео вот об этой работе. И смотрите, на что вы должны обратить внимание при заказе наборов от Дивной вишни. Вот видите, стоят галочки. Здесь в комплектации идет деревянная заготовка, а у меня в комплектации идет белый пластик. Я еще не знаю, у меня с подставкой или без, или просто вышивается на пластике, есть ли там фетр. Ну, в общем, я пока ничего не знаю. Вот здесь написано, пластиковая канва, схема, инструкция, мулине, ДМС, игла. Написано, что фетра нет, подставки никакой нет. Но не мулине, ДМС, это радует, игла одна штука. Но, в общем, что хочу сказать, я вышью и вам покажу потом уже готовый результат и заодно обзор набора. Это у меня будет в отдельном видео. Но ведерко очень красивое, тюльпанчики очень красивые. Я надеюсь, что результат будет нисколько не хуже, чем на превью. В общем, пока откладываю этот набор и он у меня будет в ближайших планах. Вот такая красивая бабочка ко мне приехала. Это брошь. Вышивается хрустальными бусинами и бисером. Бабочка Скарлетт от фирмы Образа в каменьях. Я уже показывала вот такую бабочку, только синий-голубого цвета. Но как я могла устоять еще перед красной бабочкой? Я делала обзор. У меня есть обзор на эту фирму. Я в конце видео вам ссылочку оставлю для того, чтобы вы посмотрели подробный обзор вот на такие наборчики от фирмы Образа в каменьях. Я уже много в мире вышивки заказывала брошей от фирмы ВДВ и другие фирмы. В общем, я планирую, как только наступит холода и закончится дачный сезон, сделать несколько брошей и показать вам, сравнить, сказать свои впечатления. Какие больше понравились, какие меньше. Ну, в общем, сделать подробный обзор на броши. Еще у меня есть броши от фирмы Черивна Мыть. Ну, в общем, хочу сравнить производителей и сказать, чьи броши больше всего мне понравились. Пока я их все не вышью, конечно же, такой обзор я сделать не могу. Здесь в состав входит фетр с нанесенной авторской схемой, хрустальные бусины, бусина-капля, ювелирный бисер Тоха, бисер Милхилл. Кстати, я еще ни разу не вышивала бисером Милхилл. Милхилл, конетель, конетелью тоже не пользовалась нигде, у меня ее не было. Игла, картон, основы для броши, булавка, искусственная кожа, схема, расположение бусин и инструкция с фотографиями. Ну, в общем, подробные есть инструкции, как собирать эту брошь. Я уже вам показывала, очень классные получаются. Там есть две категории в магазине броши. Есть где стразы Сваровские, они стоят более трех тысяч рублей. А вот эта бабочка стоит чуть дороже тысячи. Но воспользовавшись промокодом или дождавшись акции на сайте, можно купить ее подешевле. Но я думаю, что по красоте эта бабочка нисколько не уступает той бабочке, которая стоит более трех тысяч. Кстати, Юлия Исаикина купила бабочку за три тысячи, такого красного цвета. Тоже бабочка Скарлетт. Именно поэтому я тоже заказала Скарлетт, но в три раза дешевле. Здесь у меня хрустальные бусины, не стразы Сваровские. И очень хочется нам сравнить две фотографии броши в разной ценовой категории от одной фирмы. Ну, в общем, с разными комплектующими. Я надеюсь, что получится интересно. Ну, главное мне побыстрее сделать для того, чтобы провести сравнительный анализ. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такой красивый наборчик от фирмы Волшебная Страна. Это новинка от Волшебной Страны. Вот эту новинку уже давным-давно можно было купить на сайте Мир Вышивки. Но, как вы помните, я делала еще заказ на другие новинки в совместной закупке у пчелок. И я настолько долго ждала заказ, что заказ с Мир Вышивки с этими новинками мне пришел бы намного быстрее. Просто нужно было немножечко подождать, и эти новинки уже появились на сайте, где я без проблем могла их заказать. Но их так быстро раскупили. Осталась вот такая вот новинка. И я заказала одну в этом магазине. Набор для вышивания по дереву. Я уже показывала готовые работы. Сейчас вам напомню, для тех, кто недавно подписался на мой канал. Вот такие у меня есть красивые кактусы. Я их вышивала в этом году. Как только они появились, вот эти новинки, сразу же я их заказала, и прям сразу я их вышила. В общем, вот этот наборчик я тоже планирую вышить побыстрее. Ну, насколько получится это быстро. Вот эти наборы я очень быстро вышила. Сразу вам показала. Так что, надеюсь, вот этот набор у меня тоже получится вышить быстро. Что я хочу сказать про свои видео. Мне в последнее время очень хочется делать обзоры, сравнительный анализ проводить. Потому что за последнее время у меня, ну, достаточно много было готовых работ. Я очень много вышивала этим летом. Ну, мне хочется, во-первых, немножечко отдохнуть. А во-вторых, поподробнее с вами поделиться своими впечатлениями. Впечатлениями о том или ином производителе. Потому что раньше я меньше уделяла этому внимания. Я в основном показывала свои процессы, готовые работы. Говорила о том, что я буду начинать. Но вот подробный анализ производителей я не проводила. И вот хочу в ближайшее время именно заострить на этом внимание. Сейчас я покажу, что входит в комплект вот этого набора. Для тех, кто не знает. Обзоры вот на эти наборчики я показывала. Но вот эти наборчики были в пакетике. А вот этот наборчик в коробочке. Я очень хочу сравнить, посмотреть, чем они отличаются. Сейчас мы вместе с вами посмотрим. Прежде чем показать, еще покажу вам вот такой магнитик. Я очень активно пользуюсь вот такими магнитами. Держатели схем я вышиваю в основном на пяльцах и креплю схемку. Но мне очень нравятся вот эти магниты именно из магазина Мир Вышивки. Мало того, что их там огромное количество, там такие красивые расцветки. Вот в этот раз я выбрала бабочку. Ну куда же без нее. Я люблю бабочки. И вот Эйфелева башня. Очень красивый вот такой вот сюжетик мне понравился. И чем мне нравятся вот эти магниты, тем, что у них сами вот эти заготовки металлические. К ним очень сильно крепится магнит. Магниты очень мощные, вот их очень сложно снять. Вот видите, здесь еще вот так идет бортик. Очень сложно снять, и они лучше всего держатся на схемах. Но вот во всяком случае, сколько у меня магнитиков было, именно вот эти магнитики от фирмы Березка. Я так понимаю, что это фирма Березка. Посмотрите на сайте, там очень-очень их много. И они недорогие, эти магнитики. Вот так что, вот видите, насколько крепкий магнит. Так, ну ладно, я это сделаю потом. Но вы видите, насколько крепкий магнит. Им пользоваться просто прекрасно. Схемка не падает, очень хорошо держится. Мало того, что держится хорошо, еще и красиво выглядит. Ну что, теперь покажу вам, что входит в этот набор. Здесь уже у нас написано, что входит в набор. Но я сейчас вскрою, и мы наглядно с вами посмотрим. Вот такая коробочка. Этот набор для меня сюрприз. Когда я делала заказ, я совершенно не обращала внимания на размер набора. Посмотрите, вот такая заготовка. Вот вам для сравнения мой кактус. Наверное, я погорячилась, когда сказала, что я быстро его вышью. Вряд ли получится быстро. Посмотрите, какого размера эта заготовка. Вот почему она идет в коробочке. И, собственно, вот для чего полезен обзор блогеров. Даже я, когда заказывала на сайте, я не обратила внимания, что эти наборы огромного размера. Я нисколечко не разочарована, скорее наоборот. Но единственное, что буду подольше вышивать, не так быстро, как я вышивала вот эти кактусы. Ну вот, понимаете... Смотрите, вот моя ладонь. Посмотрите, какая огромная заготовка. Здесь еще, я не знаю, либо это брак, либо это пометки. Я, когда буду вышивать, обязательно обращу внимание. Эти пометки с одной стороны, с другой стороны их нет. Наверняка, если это какие-то пометки, то написано будет в схеме. Вот такая подставка. Огромная. Вот, посмотрите, в сравнении вот с этой. Вот такая огромная подставочка. Так, фетр. Фетр сиреневого цвета. Очень красивый. Мне, кстати, нравится, что здесь зеленый фетр. Здесь сиреневый, и он уже вырезан. Его вырезать не надо. У многих производителей просто лежит в комплекте белый фетр, который нужно вырезать. На самом деле, это очень долго вырезать. Не всегда получается аккуратно. Нужно где-то искать цветной фетр. А в комплектах очень часто лежит белый. Он абсолютно некрасивый. Здесь очень красивый фетр. Он тоненький, но прям так все вырезано аккуратненько. Он прям идеально. Посмотрите, как подходит. Игрушка из-за этого выглядит очень-очень аккуратной. И вот то, что он цветной, мне очень нравится. Еще вот такая идет ажурная салфеточка. Ну, я ее так называю салфеточка. Это тонкий, я не знаю, что это, похоже на фоамиран. Приклеивается вот так. Девочки, у меня есть видео, как я приклеивала вот эти заготовки. Есть подробное видео, какой клей я использовала. И там я очень-очень подробно рассказываю, как клеить. Я брала карандаш Эрик Краузер и намазывала саму заготовку. То есть я не мазала вот эту ажурную салфетку, а мазала заготовку. Потому что она настолько тонкая. Имейте в виду, что она быстро рвется. Если вы ее будете приклеивать, отрывать, опять приклеивать, либо мазать клеем как-то так обильно, неаккуратно, то она может порваться. Особенно вот здесь у меня была вот тоненькая, ажурная. И вот здесь в одном месте вот она у меня тут порвалась. Ну, в принципе, здесь не видно. Я приклеила. Смотрите, я сплошняком намазала клеем Эрик Краузер. И потом, когда клей высох, вот здесь его не видно. Вот где дырочки открытые, то его не видно. Я мазала саму заготовку. Собственно, здесь буду делать то же самое. Вряд ли я буду пользоваться клеем Момент, потому что здесь полностью я все этим карандашом клеила. И он не так сильно пахнет, как клей Момент. Вот. Спасибо Марине, с которой мы дружим, общаемся. И она мне посоветовала купить этот карандаш клеевой, которым я с удовольствием пользуюсь. Так, далее. Далее. Открыточка. Вот такая открыточка, которая везде есть. Но не именно такая. Разные открытки. Волшебная страна вкладывает в свои наборчики. Это очень приятно. Вот у меня теперь есть еще вот такая красивая открыточка. Спасибо большое за такие приятные сюрпризики. Схемку показывать не буду, потому что производители не все любят, чтобы показывали схемы. Но на что хочу обратить ваше внимание, раз уж я делаю обзор этого набора, я должна об этом сказать. Когда я вышивала свой первый набор от волшебной страны, я не обратила внимания вот на этот круг, где показано направление бисера. То есть вы должны расположить заготовку вот таким способом, вот таким образом, вот как здесь у нас на схеме. И начать вышивать именно вот с этого угла, где показано. И бисеринки должны вот так лежать в одну сторону, но не так. Я начала в обратную сторону пришивать, и у меня не все дырочки совпали. То есть вот это самое главное, с чего вы должны начать свою вышивку. Все остальное дальше пойдет как по маслу. Схемка очень удобная, цвета перепутать сложно. В общем, здесь все легко. И вот смотрите, поскольку чайничек будет расположен вот так, то вот эти вот метки, они на обратной стороне, то есть они ничего не означают. Скорее всего так. Ну, я еще прочитаю. Девочки, обязательно подробно читайте инструкцию, когда вы начинаете наборы. У меня бывает такое, хочется быстро что-то начать, и кажется, что я этого производителя уже вышивала и все знаю. Но в каждом новом наборе могут быть какие-то нюансы, пометочки, которые очень важны. Так, вот у нас здесь схемка, и вот ее нужно, вернее, здесь у нас напоминание, рекомендации, которые нужно внимательно прочитать. Бисер. Обалденный бисер. Ну, бисер чешский, пресиоза. Мне очень нравится, как и в этих наборах у волшебной страны подобран бисер. Просто шикарно. Посмотрите, какой красивый. Мои любимые сиреневые, голубые цвета и с серебром. Я очень люблю, когда в наборах есть либо серебро, либо золото. Бисера достаточно много, но, в принципе, вы видели, что заготовка большая. Естественно, бисера будет много. И если до этого у волшебной страны были маленькие намоточки ниток, в этот раз намотка целая катушка. По рекомендации автора схем вышивается в одну нить. Вот до этого я вышивала в одну нить, но я люблю на деревянных и пластиковых заготовках вышивать и пришивать бисер в две нити. Вот такие катушечки у меня еще есть дополнительные. Я их покупала. На официальном сайте я их покупала у волшебной страны. Точно такие же нитки. Поэтому, если они у меня закончатся, то я не переживаю, они у меня есть. Но я думаю, вот этой катушечки должно хватить, даже если вышивать в две нитки. Но в любом случае я вам об этом расскажу. Когда буду вышивать, я вам все подробно расскажу. В общем, вот такая красота у меня должна получиться, только размером намного больше. Надеюсь, видео было интересное, для вас полезное. Не забывайте ставить лайки, если вы первый раз на моем канале. Подписывайтесь на канал. А также переходите в магазин Мир Вышивки за покупочками. Всем желаю удачных покупок. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok